На канале Россия Вести Ульяновск в студии Артем Петров. Здравствуйте! Главные события уходящей пятницы 12 января в нашем выпуске. После сильного снегопада коммунальщики работают в круглосуточном режиме. Сколько техники сегодня очищают дороги областного центра? Госпрограмма, которая помогает развить свое фермерское дело, в старой кулатке глава региона посетил семью, которая уже воспользовалась этой мерой поддержки. И сегодня профессиональный праздник отмечают рыцари в синих мундирах. 12 января в России день сотрудника прокуратуры. А уже завтра день печати. Но поздравления журналисты принимают уже и сейчас. Итак, снег идет. Продолжают в региональном центре работы по его уборке. Сегодня на очистку у магистрали бросили больше 80 единиц техники. По пригородной зоне действительно то, что была низовая метель, были заметы. Значит, по Аненково, лесная долина, работала часть кадоемок в дежурном варианте, проходили только этот участок. Плюс к ним был прикреплен ротор, который проводил очистку, скидку. И после него сразу шло подметание данного участка. В Ульяновске уже привели в порядок все дороги 1-й и 2-й категорий. Работы ведутся круглосуточно. В ночь с 11 на 12 января от снега были очищены дорожные артерии на улицах Гончарова, Радищева и Бульваре Пластова. Сейчас ведутся уборочные работы на дорогах 3-й и 4-й категории, а также на остановках общественного транспорта и мостовых переходах. Крещенские купания в этом году будут проводиться только в купелях и родниках-прихрамах. По данным областного гидромедцентра, в настоящее время толщина ледяного покрова в открытых водоемах области недостаточно для безопасного проведения купаний. Исходя из рекомендаций, которые мы на сегодняшний день имеем, данный лед относительно безопасен только для выхода одного человека. Удержать на этом льду купель плюс тех людей, которые придут проходить обряд омовения, считаю это небезопасным. Из-за тонкого льда крещенские омовения в этом году будут проводиться только в родниках и купелях при православных храмах Ульяновской области. ДТП с летальным исходом. Накануне в Николаевском районе на федеральной трассе М5 Урал столкнулись два автомобиля – легковой и грузовой. По предварительной информации, водитель легковой автомашины «Лада Гранта», не ставившийся управлением, пропустил заноз и уехал на полу встречного движения совершил столкновение с большегрузной автомашиной. В результате дорожного трасса происшествия водитель легковой автомашины от полученных грант скончался на месте дорожного трасса происшествия до приезда с города Гранта. Закон и порядок. Для большинства это просто крылатые слова. Для них ежедневный труд. 12 января в России – День работника прокуратуры. Об одном из них, прославившем своим талантом Ульяновской области, расскажет моя коллега Ксения Грищенко. Репортаж вести о громких уголовных делах и неминуемом наказании. Самые известные преступления и самые громкие наказания. Такие кадры обычно пересматривать не любят, а дела вспоминают только пострадавшие и обвинители. Бизнесмены Куркова, который пытался дать взятку министру здравоохранения, защищали два адвоката. В противостоянии удалось доказать виновность Куркова, и он был взят под стражу в зале суда, им назначили наказание в виде лишения свободы. А это кадры зверской расправы, учиненной в Корсунском районе несколько лет назад. Похоронный бизнес конкуренты поделить не смогли, в итоге убили и скинули в реку сура братьев Петровых, тела которых нашли спустя полгода. Постников, несмотря на то, что подчистил и камеры, уничтожив видеозаписи, и свидетели боялись давать вказания против него, он совершил ряд ошибок, которым я, как государственный обвинитель судей, воспользовался. И присяжные признали и Постникова, и СИЗО виновными, и они были наказаны. Среди прочих громких наказаний суд над владельцем недостроя ЖК «Молодежный» на улице Буинской. В этом запутанном деле прокурор Рябов работал не один. Когда пришел в процесс, там просто плакали, они потеряли все. То есть более 20 человек не дожили вообще до приговора, умерли люди. Люди теряли семьи, разводились. То есть, ну там такие трагедии были. Сидоров, который обманул более тысячи человек, также доказана была его виновность. Он был взят в зале суда, и потерпевшие были очень довольны тем, что мы добились все-таки осуждения его. Как не сойти с ума от таких запутанных, а порой и кровавых дел, как жить своей жизнью, но и окунаться в работу с головой, держа планку лучшего в своем деле. Муж и отец, Игорь Рябов, знает. У меня двое детей. У меня дочки 9 лет, сын 15 лет. Я с огромным удовольствием прихожу домой и дома полностью отключаюсь от работы. Хотя не всегда получается. Иногда приходится брать домой и работу, и готовится к выступлениям в премьерных сторонах. У меня бывало, что готовился до 3-4 ночи, а утром надо было идти выступать. Выступать, как выступил в конкурсе на лучшего гособвинителя России. Пройдя все заочные туры, Игорь Рябов уже в Москве достойно выдержал теоретические и практические этапы интеллектуальных прокурорских состязаний. Среди 12 финалистов наш прокурор стал вторым, сорвав овации начальников всех ведомств и получив не только знак за безупречную службу, но и несколько серьезных предложений, которые, конечно, связаны с переездом в другие регионы. Я долго думал над предложением этим. Но, во-первых, у меня здесь семья, у меня уже все настроено, близкие родственники, у меня здесь мама. Я уже привык здесь работать. То есть у меня получается, и не хочется родную Ульяновскую область бросать. Ксения Грищенко, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Алексей Русских посетил Старую Кулатку, где оценил, как развивается крестьянско-фермерское хозяйство. Супруги Шемеоновы начинали свое дело вдвоем, хозяйство разводили в собственном дворе, а вскоре стали расширяться. Но в 2020 году их производство выиграло грант. 3 миллиона 800 тысяч рублей по программе «Начинающие фермеры» и «Семейное дело пошло в гору». В настоящее время у фермеров 58 голов крупного рогатого скота, в том числе 20 коров. Имеется также 120 гектаров земли в аренде и 35 гектаров в собственности. Эти площади обеспечивают хозяйство зерном. Давайте развивать. У нас чем больше будет таких вот небольших фермерских хозяйств, тем устойчивая экономика. Потому что большие они с одной стороны хорошо, что-то случится, сразу провал. Да. Вот. А нам надо именно упор делать на средних таких, на мелких, средних. Только в прошлом году убран урожай зерновых и зернобобовых культур с площади в 72 гектара. В перспективе предприятия – вхождение в новый грантовый проект семейной фермы и расширение производства. А уже завтра в нашей стране будут отмечать День печати. Праздник учрежден еще в 90-х, а саму дату приурочили к выходу первой в России газеты «Ведомости». Сегодня День печати – это праздник представителей всех средств массовой информации, вне зависимости от их формата. Репортаж вести о том, с каким настроением профессиональный праздник встречает наша телерадиокомпания. В стенах областного правительства добрые пожелания услышали сотрудники ульяновских газет, новостных сайтов, радио и телевидения. Спецкорреспондент ГТРК «Волга» Эдуард Истомин занял второе место во всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования, про образование 2020 среди более чем трех тысяч заявок из 89 регионов России. Отдельно глава региона поблагодарил ульяновских журналистов, сообщающих новости из зоны СВО. Особое внимание уделил труду работников сельских газет. Много внимания мы уделяем, конечно, людям труда. Пишем о сельских дружениках, в общем, семье. А это здание городской администрации. Среди тех, кого отметил глава города – наши коллеги. Журналисты Ирины Шмыговой и Игорь Кранцев, а также человек, который обычно остается за кадром – оператор Денис Миронов. Александр Балдакин предлагает журналистам заняться любимой работой и тут же отвечает на вопросы об уборке снега, строительстве мостов и дорог, работе общественного транспорта. У нас там договоренности есть с Москвой, если получится. Автобусы нам обещали большую вместимость, чтобы поставить как раз на этот маршрут. Вот этот «Связать берег», который уже до меня, там тоже многие руководители говорили, что может быть в этом году или на следующий, если получится финансовая возможность, попробовать там два торлебуса на автономном ходу поставить, чтобы соединить этот берег с ним. А наша телерадиокомпания связывает зрителей и слушателей новым форматом. В Ульяновске 14 часов 50 минут, в эфире радио «Маяк Ульяновск». Местное вещание на «Маяке» началось в Ульяновске в конце 2023-го. Так что нынешний день печати для государственной телерадиокомпании «Волга» первый, когда вещание идет на двух радиостанциях. На радио «Маяк» идут новости весь день. То есть происходит что-то, через минут 20 мы уже в эфире. У «Радио России» все по сетке выходы новостные три раза в сутки. Перестраиваться пришлось больше по части техники. Обновленная аппаратура, то есть это вот сейчас мы видим комплекс эфирный, с него идет сразу две радиостанции. Планов и на радио, и на ТВ, и наверняка у других СМИ много. Но детали пока в секрете. Приятные сюрпризы для зрителей, читателей и слушателей – тоже часть работы тех, для кого день печати – профессиональный праздник. Ксения Грищенко, Игорь Кранзов и Денис Миронов и Михаил Державин. Вести Ульяновск. Достойно бились за победу, но в итоге уступили. Ульяновская «Волга» сыграла в хоккей с мячом против московского «Динамо». Битва зрелищная и азартная. Игра держала в напряжении до последних секунд встречи. За ледовой баталией наблюдала Маргарита Матюшинская. Так называемая раскатка перед началом матча. Впереди бой «Волги» с «Динамо» во втором круге чемпионата Суперлиги. Их первая встреча закончилась со счетом 13-5 в пользу москвичей. Не увенчалась успехом для ульяновской сборной и посленовогодняя игра с архангельским «Водником». Конечно, мы проанализировали этот матч и остальные. Сейчас у нас после новогодней мы сыграли с «Водником», не очень удачно, скажем так. Уступили. И сейчас у нас первый домашний матч после Нового года. Я думаю, что мы должны дать бой. В первые секунды мяч у клюшек ульяновской сборной. Осторожные пасы и плановое продвижение к воротам противника не привели к успеху. Мячом вскоре завладели москвичи. Двигаться с самым титулованным клубом страны непросто. В первые минуты матча московская «Динамо» забила в ворот ульяновской «Волги» два гола. Девчина! В первые неудачи, будто намеренные уступки. Позже «Волга» поменяла тактику на более решительную. На 15-й минуте игры первый гол в ворота «Динамо». Через пять минут еще один. Сравнил счет новичок «Волги» Олектор Наруцкий из Кемерово, занявший место полузащитника команды совсем недавно. Каждый третий-четвертый день игра, поэтому от матча к матчу идем постепенно. Подготовки каждому сопернику стараемся наибольше как от себя играть где-то. «Волга! Волга! Волга!» Под поддержку фанатов хоккеисты продолжили напряженную игру. Противник вмиг сравнивал счет после непродолжительного преимущества другой сборной. Но во втором тайме ульяновская команда вышла вперед со счетом 6-5. «Ближе к середине!» «Со всеми непросто играть, что дома, что на выезде. Все настраиваются. «Динамо» скажу так, что все хотят обыграть «Динамо», и поэтому нам вдвойне сложнее. Вырвать победу москвичи не дали. Уже в середине второго тайма столичные хоккеисты сравняли счет, а чуть позже молодой спортсмен «Динамо» Шарипов забил решающий гол. На табло до окончания матча значились цифры 7-6. Несмотря на поражение, игру назвали достойной, в том числе и болельщики с центральной трибуны. Так-то мне ничем не хуже. Я бы не сказал, что там выступали еще где-то. Поэтому победы придут. Вы это умеете делать, мы вас верим. Следующий бой намечен на 15 января с командой «Саяны». 18-го «Волга» скрестит клюшки с новосибирским «Сипсельмашем». Победа в играх необходима, чтобы достойно завершить второй круг чемпионата. Маргарита Матюшинская, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Ну а на сегодня это все вести. Все выпуски нашей программы доступны на медиаплатформе «Смотрим», а также на сайте gtrk-defis-volga.ru. Я, Артем Петров, с вами прощаюсь. Хороших выходных. Увидимся. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов. Не забыли маму с папой. Наложили очень хитро, много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делают знаки водяные. С ним пойдем голосовать. Маму с папой выбирать. Но сказала мама. Милый, бюллетень у вас красивый. Только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет. Люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты. Выбирать в стране свободно, важно, честно и удобно. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 23, минус 28. В Ульяновске минус 23, минус 25. Завтра у него по области минус 17, минус 22. В Ульяновске минус 18, минус 20. Продолжение следует...